МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подошел к концу заключительный день работы 9-й международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Все четыре дня деловая программа была весьма насыщенной и разнообразной. Активно обсуждалось развитие деловых контактов между производителями и заказчиками со всего мира. Основными направлениями работы стали вопросы успеха на глобальном рынке, трансформации инструментов финансирования, гособоронзаказа и безопасности. В рамках Russia Arms Expo публике было представлено множество интересных новинок. К примеру, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» представила свою новейшую разработку – боевую машину огневой поддержки БМПТ-72, при конструировании которой был учтен опыт создания и использования БМПТ, который за свою огневую мощь получил прозвище «Терминатор». Я могу сказать, что никогда еще в мире военная техника не презентовалась подобным образом. Мы сделали мировую премьеру «Терминатора-2». Все ведущие мировые эксперты в области бронетехники присутствовали на этой презентации, и все они сказали, что ничего подобного они в своей жизни не видели. Это было настоящее украшение выставки. Боевой комплекс ВДВ «Спрут-СД» – для воздушно-десантных войск и модернизированный многоцелевой десантный бронетранспортер «БТР-МДМ», как его еще называют «Ракушка-М», были представлены машиностроительно-индустриальной группой «Концерн» – тракторные заводы. При модернизации машины ВДВ получили вместе с надежной ходовой частью и силовой установкой БМП-3 еще и цифровые информационно-управляющие системы, что значительно повысило их показатели. Новейшие технологии в сфере оптомеханики и оптроники предложила французская компания «Опт-СИС». Система для оперативной оценки ситуации «Вайпер», оптический комплект, снабженный видеодисплеем «Вайдак», а также дульный визер, позволяющий повысить точность прицеливания до 0,1 мм у систем вооружения с плоской траекторией полета пули. Данная система наблюдения позволяет увеличить безопасность экипажа, а также мобильность транспортного средства. Специалисты Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения разработали плавающий гусеничный транспортер и специальную пожарную машину. В последний день РАИ открыл двери для всех желающих. Любой, кто хотел, мог купить билет и увидеть своими глазами самые передовые военные технологии России. Очень интересно. Честно говоря, первый раз здесь нахожусь. Много интересных экспонатов. Я часто бываю на выставках, а эта совсем другая. Это уже что-то новое. Больше всего понравился самолетик четырехместный. Хотели улететь на нем. Все хорошо, нормально. Сына привел показать ему боевую технику. Выставка очень интересная, потому что появилось много интерактивных табло, появилось много именно телевизионных представлений, которые показывают в действии технику. Russia Arms Expo 2013 — это уникальные условия для демонстрации боевых и эксплуатационных возможностей военной техники.